Итак, дорогие друзья, мы начинаем урок. У нас сегодня 30-й урок, уже 30-е занятие по книге Мишли. Мы очень быстро сейчас продвигаемся по 5-й главе. Сейчас у нас уже 5-я глава пошла. Дри во жизни Тура для тех, кто за нее держится. Ждем вас. Давайте ждем, кто у нас сегодня на занятии. Буру хату адвиной и луэйну мэра хвалом шаколь ния бедора. Все, не прервалось. Никого нету, даже Якова Шатадина нету. Что ж такое? Наверное, все готовятся к Песоху. О, Яков Шатадин есть. Слава Богу. Если Яков Шатадин есть, можно начинать. Яков, передай, пожалуйста, Рафбауму, что я реально каждый раз вспоминаю, что надо ему позвонить. Не могу в этот момент. А когда могу, не вспоминаю. Я очень извиняюсь. Я ему обязательно наберу, позвоню и прошу прощения, дико извиняюсь публично перед моим учителем, Рафб Яковом Баумом, что никак не могу с ним связаться. Но обязательно свяжусь. Передай ему, что прям извинялся на уроке, полурока скажи извинялся. Все. Мо шахаем, шалом. И мы начинаем двигаться дальше. Шестой отрывок. Значит, нас все время предупреждал царь Соломон против развратных женщин. Вообще женщины, ну вот есть такие женщины, называются занот. Это они, ну то есть они, макдишотатсмам лизнут. То есть они себя как бы, вот сделали эфтером, да, такие эфтером. И деньги, а? Бесхозные. Ну или они хозяйственные, но они очень продают себя, да, такие женщины это называется. А раз она себя продает, то она как бы, понятно, что она всем себя продает. Это как называется, называется это сама и директор, сама и бухгалтер, сама и работник, сама и станок. Но интересная вещь есть, что про эту профессию, чтобы просто было понятно. Что в Торе написано, не заноси в храм с хар гдеша. Гдеша это зона, но написано гдеша. Это нам зона. Гдеша написано. Ну по-моему гдеша написано, да. Да, то есть слово кадош, святой, и гдеша, это те же буквы, тот же корень, это посвященное как бы знуту, вот этому разврату, да. Это одно и то же слово, это очень странно. Это вообще очень странно, да, вот это вот. Какая в этом связь, вообще непонятно. Это как, что шатность нельзя носить, а у первосвященника была одежда и шатность. А? Да, то есть, это интересно. Теперь есть интересная история, что была такая рахав азуна. Написано в Танахе, была рахав азуна. Это азуна, это то же самое. Но интересно, азуна, это развратница, да, которая занималась. И зуна от слова мазон, это то, что кормит человека, насыщает его. То есть, святости, обратная сторона святости, мазон и то, что знут, то, что разврат, да. Да, теперь, значит, что здесь интересного, что Юшуа Бенун, ученик Моша Рабену, царь Израиля, он на ней женился потом. Да, вот, и говорят, что есть комментарии, что есть, что она была, что у нее была столовка, у этого рахав. А есть комментарии, в Талмуде написано, что тот, кто говорил рахав, вообще имя ее, у того сразу случалось семяизвержение. А Амора один говорит, я могу сказать рахав рахав, ну то есть, и ничего со мной не случилось. А ему этот, второй, это в Гмаре, написано в Талмуде, говорит, это только те, кто ее знали. Потом они говорили, и у них условный рефлекс был. То есть, она была, значит, это уже не столовая. Потому что, если про столовую, тут как-то не вписывается в контекст. Видели ее в столовую. И так она вкусно кормила. Очень непонятно. Иушу Абинун на ней женился, было у них потом 11 дочерей, между прочим. Представляете? И ни одного сына. Значит, ей было к тому времени, когда он на ней женился, если 40 лет она только его ждала. Они были Мираглим, Иушу Абинун. Он был среди разведчиков. И она его спасла. И он, когда потом Ереху разрушили, он на ней женился. 40 лет прошло. То есть, даже если в то время было, скажем, 25, то когда он на ней женился, было сколько? На нем были возрасты. Понятно, да? Из чего успело у них столько ночей родиться. Очень непонятная история, да? Хорошо. Давайте попросим Рыбьякова Шатадина, чтобы он попросил кого-то из Аврахим, ну, из раввинов до будущих, или существующих, написать вот эту вот историю про Рахав и про Иушу Абинуна, что известно в Талмуде, про их отношения, как вообще. То есть, собрать и сделать статью на портале ВАИКРА. Это будет очень интересный материал. Кто за, напишите. Хочу статью про взаимоотношения Иушу Абинуна и Рахав. Вот что там, Талмуд, Медраши и так далее. Как у них разворачивалась жизнь, откуда вообще. Ну, то есть, всю информацию собрать. Будет очень интересная статья. Теперь, когда мы знаем предисловие про эту всю профессию, дальше нам будет понятнее, что написано в шестом отрывке. Что отрывок говорится так. Значит, дословно, если перевести этот отрывок, дословно перевести этот отрывок, ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Значит, говорится про эту женщину развратную, что она никак не соотносится с путем жизни. Путь жизни – это путь по Торе. Знания Торы. То есть, по Торе человек должен жениться, родить детей, быть в отношениях со своей женой и этой стороне жизни уделять минимум внимания. То есть, это нужно для того, чтобы сбрасывать, удовлетворять свою физическую ецерара. То есть, Бог так запрограммировал нас. То есть, в принципе, никто бы не занимался бы размножением, если бы не было в этом программы. То есть, Бог реально сделал инстинкт размножения. Прямо печатал, как программу «установьте по умолчанию». И этот инстинкт заставляет просто человека искать себе пару для размножения. Все. Теперь, если бы не было этого инстинкта, никто бы этим не занимался. Вообще никто бы этим занимался. Но есть люди, которые из еды сделали культ еды. Да, они прям едят, готовят часами по полдня, целая индустрия, вот эта вот готовка еды, там все. То есть, они сделали из еды культ реальный. Есть люди, которые из этой сферы жизни продолжения рода сделали тоже культ. То есть, это тоже неправильно. Должно быть все в меру, золотая середина. Теперь, сказал нам Шлома Амелых. Он говорит, что в захождении к этим разратным женщинам и, в принципе, уделении этому внимания, оно абсолютно человека, это не соотносится с Орахаим, с путем жизни, по Торе. И если ты думаешь, что ты потом выпрямишься, так переводится, путь жизни, пэнтифалес, пэлес, это то, как мы уже учили, это то, что помогает выпрямиться, когда идешь по кругу, то, что тебя выпрямляет, как компас такой, да, то, что тебя выпрямляет. Или пэлес называется тот, который, ну, вот, кассети выпрямляет. Знаете, такой прибор, где ты смотришь уровень, уровень, да, это пэлес, чтобы выпрямиться. Так он говорится, что если ты надеешься, что ты от нее вырулишь потом на путь жизни от этой женщины, то не надейся, от нее уже не вырулишь. И дальше, нау маглате лотеда. Когда уже начали, нау, это от слова скитаться. Хио курс миндерс фу лак оф нолледж. Значит, и когда ты уже начал по кругам с ней ходить, с этой женщиной, то ты уже не узнаешь правду. Лотеда. Что правду, правду жизни, Торо. Значит, если мы рассматриваем женщину как женщину, чуть-чуть как-то сложновато с этим отрывком. Но если мы рассматриваем вот эту женщину развратную как метафору знаний, которые пытаются заменить Торо, то есть, смотрите, человек не может, нормальный человек не может жить без жизненной философии. Он обязательно должен во что-то верить, как работает мир. У него должен быть смысл. Он должен осмыслить, где я нахожусь. Я говорю сейчас не о людях, которые живут в рамках поел, поспал и все, да. А о людях, которые задумываются о жизни, им нужна какая-то система координат. Кто я, где я, куда я живу, мораль. Более умные люди задумываются, кто установил мораль, почему я должен кому-то верить. И когда человек начинает задумываться, он становится таким скептиком. И он становится скептиком. И он говорит, вот это вот, например, коммунизм. Кто придумал? Карл Маркс. Загляну-ка я в Витипедию. Кто это Карл Маркс? О, человек без гражданства. Умер был 11 человек на похоронах. С какой радости? Откуда он знал? Умер без копейки денег. Откуда он знал, что такое вообще правильная, счастливая жизнь? Если он не смог свою жизнь организовать. Так с какой радости я должен верить его теории, как устроен мир? Или там Дарвин это, да? Дарвин придумал теорию там, но не сходится. Но не видел я ни одного там, я не знаю. Вот давайте посмотрим. С какой радости журавли будут косяками летать? Ну почему журавль должен летать косяком? Как журавли могли научиться, что они должны лететь там чуть ли не через весь мир на зимовку? Как? Летят косяками. Пингвины за 70 километров ходят яйца откладывать. То есть это что, случайно произошло? Ну как оно могло случайно произойти? Рыба стала рыбой. Там это все. Покажите мне обезьяну, которая бы, у нее бы дети родились, то есть она бы чему-то научилась, а дети родились уже это знали бы. Нет такого. То есть Дарвин предложил какую-то теорию, которая просто, ну вот он теоретик такой, да, фантазер. Дарвин фантазер, но она не сходится, никак не сходится. И скептик, он легко разрушает любую теорию. Но когда он разрушил все теории, с чем остается скептик? Ни с чем. Он говорит, секундочку, все, ну все фигня. А как жить-то? А все-таки откуда-то я взялся? И дальше человек должен выбрать себе веру. Он должен верить во что-то. Атеист верит в мир без Бога. Он говорит, я верю, что Бога нет, я верю, что... Мне хочется верить больше в теорию Дарвина. То есть он выбирает какую-то... Скептик остается в пустоте. Я ни во что не верю. И тогда он просто... А во что ты веришь? Вот стакан вижу. Вот я очки вижу. А как мы тебя назовем? А давайте назовем агностиком меня. Агностики это те, которые... Вот именно они во всем сомневаются. И верят только в то, что видят, да? Значит, есть анекдот, когда Вовочка, он верил в Бога, учительница ему говорит, ну покажи мне Бога. А он говорит, Марья Ивановна, а вы дура. Она говорит, почему? Он говорит, ну я же ваш ум тоже не вижу. То есть я ваш ум не вижу. Если вы хотите Бога увидеть, и вы верите только в то, что вы видите. Я ума вашего не вижу. Так что у вас мозгов что ли нет? То есть позиция вот этого агностика, она тоже слабая. Она слабая. То есть она как бы, ну замыкает его только в видимый мир вокруг. И все. Теперь, значит, и у человека есть. Или есть Тора. Значит, я принимаю Тору. Что значит, я принимаю Тора? Вот Агадашель Песок. Вот сейчас мы к Песоку приближаемся. Агада, пасхальная Агада. Значит, что такое пасхальная Агада? Это история, которая с поколения в поколение передается. Как Бог вывел еврейский народ из Едипта. Начинается она с того, что вначале праотцы наши тем они были. Кем были наши праотцы? Кто помнит? Рабами. А? Рабами. Рабами они были. Вот начинается, да? Рабами. Сейчас. Рабами. Значит, они служили идолам. Что значит отец Авраам и Авину Терах, да? Он служил идолам. Что это значит? Это значит, что... Кто такие идолы? Да вот, Авадим, Аину Паро... Для Паро Буминсрая. Значит, смотрите. Что значит служить идолам? Идолам это человек говорит. Ладно, говорит. Я луну вижу, буду служить луне. Значит, луна же влияет на мир, но явно влияет. То есть, есть эти самые... Как они называются? Вода поднимается когда. Отливы, приливы, приливы, отливы. Значит, луна влияет на мир? Влияет. Она сильная, но она море может поднимать. Отлично. Ну все, значит, я сейчас буду... Так думали люди, которые служили звездам, там, луне. Богу моря, Богу того, Богу сего. То есть, но они, как бы все равно, они придумывали себе некую систему. Но вдуматься, а кто систему создал? И первый Авраам Авину додумался, кто создал систему. И он все объединил, что есть создатель, есть творец. И дальше, и тут интересно, это вчера у меня была такая мысль, это просто вообще. Вот смотрите. Бог создал Адам Решона, первого человека. И он его создал бессмертным. Он его создал, как бы, со-творцом мироздания. Он проводил животных, он ему давал имя. И даже трава не росла без того, чтобы человек не начал молиться. То есть, он создал Бог человека со-творцом. То есть, откуда взялся человек? Бог вдохнул в него часть себя. То есть, душа человека, это как проявление Бога. Теперь, а кто сделал человека смертным? Получается, сам человек, когда он, так как у него был вот этот вот допуск, он был, нельзя сказать, что он был равен Богу, да, но он был по образу и подобию Бога, то есть, он был сотворец мироздания. И тут он начал сотворять мироздания не по слову Бога, он перестал Бога слушаться. И в этот момент Бог говорит, так, секундочку, значит, он стал, как один из нас, создающий добро и зло. То есть, он начал менять местами добро и зло. Бог сказал, я в этом мире установил правило. Добро и зло, это как раз вот эта хохма, божественная мудрость, аксиомы. Бог говорит, вот аксиомы, вот это аксиомы. А он начал аксиомы менять местами. И Бог говорит, секундочку, сейчас он съест от дерева жизни и будет жить вечно. То есть, он может просто всю систему тогда поменять, да. И он говорит, нет, секундочку, и он человека отодвигает от этой системы. И человек становится смертным. Первое же поколение, первое же поколение дети Адам Решона, Эвель и Каин. Каин убил Эвеля. То есть, получается, что люди, то есть, то, что в мире есть смерть, то, что в мире есть зло, то, что в мире есть болезни, страдания и так далее, это кто сделал? Человек сделал. То есть, все зло, которое есть в мире, весь негатив, все вот, это все сделал человек. Если бы человек исправлялся, тоже у меня вчера был кедуш, была удивительная история Равеля Хэшин. Когда он ехал из Умани, и его машина полностью с семьей, 10 человек в микроавтобус, перевернулись, и никто не пострадал, слава Богу. И он объяснял чудо. Он говорит, откуда это чудо было-то? Откуда было чудо? Чудо было, что за этого год назад он ехал в Умань, ровно в это же время, и пробил колесо. А потом пробил еще два колеса. И он к шабату не успевает в Умань. И он, значит, они останавливаются, прямо там какая-то нашли, какая-то возле дороги гостиница, их туда успели довезти, прямо пять минут до шабата. И он говорит, ну, то есть мы успели зайти, у нас с собой была еда, все, шабат как бы миссударим, ну, есть шабат. Но, говорит, я каждый день окунаюсь в микро, это зима. Я, говорит, ищу, думаю, пойду искать микро. Я хожу, 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 ищу, ищу. А нашел какую-то речку, низина, пробил лед там, разбил лед. И, значит, там было мелко, я лег туда холодно, ищу место, чтобы я был полностью покрыт водой. Представьте, зима, зима вообще, лед разбил. И он, говорит, я нашел такое место, окунулся, все, ни дня не пропустил без микро. И, говорит, все. И потом мы перевернулись, и я потом смотрю, где это, это было то же самое место, где я окунался под лед. Значит, тут у меня возник другой вопрос. А почему он перевернулся на этом месте? То есть, то, что Бог его спас на этом месте, он объяснил нам, почему он спас его, да? Это понятно. А почему он перевернулся-то? Это как раз очень сильный вопрос, я хочу ему задать его. Это вопрос, который у меня всегда возникает, когда мы читаем Пасхальную Агоду. Мы благодарим Бога за то, что Он нас вытащил. А как мы туда попали-то? Почему мы туда попали? Почему этот вопрос не разбирается? А попали мы туда, исправить те негативные вещи, которые в нас были. Говорят, что это исправление нужно было Аврааму, Авину, да, про отцу нашему, который задал вопрос, у него было сомнение в Боди, небольшое сомнение в Боди у него было, да? Когда Бог ему сказал, твое потомство у наследует эту землю, а он его спросил, бэмайда, киершена. Как я узнаю, что я его наследую? Так тебе Бог же уже сказал, чего ты вопрос это задаешь? Бог говорит, а, твое потомство будет 400 лет, будет чужой земле, их будут угнетать. Получается, что из-за недостатка веры в Бога, из-за отсутствия вот этой вот чистой веры в Бога, такой прям веры, которую Бог уже, Бог себя доказал. Бог не должен себя доказывать, что Он любит, Он вообще создал человечество, чтобы давать, потому что Богу-то ничего от нас не надо. И Бог создал, даже первого человека, Он говорит, вот тебе рай, на тебе рай, на тебе сиди тут, радуйся жизни, все, молись, будет все у тебя, все, только вот это не трогай, это дерево, от дерева не ешь, понял? Понял. И съел. А как же ты ешь-то тогда? Понятно. Теперь дальше, на каждом поколении есть вот этот вот момент сомнения. И здесь нам в шестом отрывке объясняет Шлома Амеллах. Он говорит, если ты идешь по пути жизни, и ты с него сворачиваешь, потом тебе сложно будет на него вернуться. То есть любые вот эти вот посторонние мысли, посторонние эти, они сразу рушат голову, да? Это как, вот оно входит в мозг, и оно, зуна это то, что, если, самая главная вот наша еврейская молитва, это Шмай Астраэль. Два раза в день мы ее произносим, это как декларация. И там написано, лото туру, ахарелевавкем, ахарейнейхем. Не следуйте за своими глазами и сердцами, ашератем, зоним, ахарейн. То же самое слово. Зоним, это изменяем за ними. То есть, когда человек, он видит все эти вещи, которые ему не надо видеть, затем он, эти вещи заходят ему в мышление, в его сердце. И дальше уже сердце и глаза управляют им. И откуда, и ты за ним. То есть, вы уходите в разрад за ними. От кого уходите? От Бога уходите. Потому что, а нужно, чтобы, чтобы как было, нужно так, что, и будут слова эти на сердце своем, твоем, правильно? И произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. Тора, Тора должна заполнять твой мыслительный аппарат. А в Торе ей все. Если скажут, нечем заниматься, есть чем заниматься. Есть чем заниматься. Можно заниматься сельским хозяйством по Торе, можно заниматься бизнесом по Торе, можно заниматься семьей по Торе, можно по Торе заниматься всем, только нужно вначале изучать Тору, а потом делать. И ты занят, и жизнь у тебя очень наполнена, ты все время в движняке, но только в тараническом движняке. И когда говорится, что если ты через философию чужую, ты вернешься потом к Торе, так он говорит лот и да, не будешь ты знать ты уже, если ты уходишь вот в эти вот какие-то чужие философские размышления которые, а давайте-ка подумаем а может мир устроен по-другому, может быть мир, и хотя написано в Перте вот, написано, что да, машет ошибли апикорис, знаешь, что ответить апикорису, но это касается только тех людей, которые реально хотят вот этих вот апикорисов которые идут против Торы, против Бога хотят переубеждать им надо знать, о чем идет речь это те люди есть, которые прошли, как я например, я до того, как пришел к Торе я знал, ну изучал много разных систем мировоззрений, философских систем, да, я даже помню, у меня был случай в жизни, может быть за это мне Бог и как бы дал потом вернуться к Торе я учился в шестом классе, на роте биологии я просто не выучил урок, я помню или я просто, у меня было такое противоречие против авторитетов но я помню, на роте биологии встал и сказал, что я верю в Бога я не верю в теорию Дарвина и я, то есть, я помню, что а учительница, она была интересная она говорит, а устройте с ним диспут и мы полурока спорили мне пытались другие дети доказать что теория Дарвина верна а я просто рушил их доводы и я не доказывал, что я говорил просто, что я не верю в вашу теорию потому что я не буду доказывать, что я верующий но я не верю в вашу теорию это я говорил точно и, значит, можно так сказать, что я не верю ни в какие другие философии, кроме Торы я верю в Тору, потому что в Айамину бы Ашеву бы Мошавдо и поверили в Нейсраэль, когда море раступилось в Бога и в Моше Робейну Моисея его раба, который нам передал Тору все, друзья, значит, скоро у нас начинается новое рождение Песах выходим из рабства чужных мировоззрений выходим из рабства своих старых привычек выходим из рабства материальности такой Едипи, да поглощения материальностью когда день и ночь мы все время думаем о том, как бы себе обезопасить завтрашний день завтрашний день невозможно обезопасить завтрашний день принадлежит не нам он принадлежит Богу и Бог, который о нас заботится сегодня Сегодня он о нас позаботится и завтра. Значит, а мы должны что думать о том, как выстроить себя для того, чтобы было с Богом прекрасное отношение. Все. Тот, у кого хорошее отношение с Богом, ему нечего бояться. А чтобы были хорошие отношения с Богом, надо помогать людям. Надо помогать людям, потому что это очень важно, быть проводником божественного благословения. И как правильно написал Яков Шатадин, подписывайтесь на портал ВАИКРА, ставьте лайки, делайте репосты. Всем хорошего Песоха. Я очень прошу, давайте попросим прям кого-то из раввинов, которые пишут на портале ВАИКРА, рассказать историю Юшуа Бенуна и за его жены Рахав, как он на ней женился, как он с ней познакомился. Такая у нас будет очень важная, интересная история. Все, друзья, всего хорошего, прекрасного дня. Песох Кашар ВСМХ, до завтра. Песох Кашар ВСМХ, до завтра. Песох Кашар ВСМХ. ЗВУМХ. СМИР ВСМХ, до завтра. Продолжение следует...